это здание выиграла кучу наград даже потолки это переработанные газеты вот эта штучка она показывает когда открывать окна когда их закрывать студенты для своего стартапа могут получить финансирование до 50 тысяч фунтов 5 миллионов рублей здесь находится один из региональных офисов bbc это один из самых безопасных кампусов во всей великобритании вот это здание сейчас сто процентов никто из вас не догадается в каком фильме она была мстители ребята можно сделать практически все что придет вам в голову сам же город дорвич оставляет приятное впечатление небольшие улочки отсутствие вечно движущегося потока машин чистый воздух и спокойная размеренная атмосфера местные о своем небольшом городке говорят коротко у нас есть все красивый исторический город с богатым наследием большое внимание здесь уделяется искусству и культуре что не может не вдохновлять новое поколение из норвича до кембриджа 50 минут до центра лондона чуть меньше двух часов норвич находится в национальном парке и связь с природой это неотъемлемая часть жизни всех кто здесь проживает наверное поэтому многие местные не хотят уезжать ведь это один из самых зеленых городов страны как устроен город что от него ожидать я разберу его по шести основным частям начну я пожалуй с золотого треугольника golden triangle традиционно считается центром студенческого сообщества домики с террасами и зеленеющие парки и расслабленная атмосфера делают этот район самым популярным для жизни следующий the lanes линии эпицентр независимого бизнеса аутлеты бутики бары кофейни крафтовые магазины далее центр здесь лучше спешится сердце города стараются минимизировать количество автомобилей это позволит вам по достоинству оценить фантастическую архитектуру одну из самых посещаемых библиотек страны и конечно рассмотреть товары предлагаемые на рынке история которого начинается 900 лет назад томбленд один из исторических районов норвича этот дом собора англиканской церкви здесь проходит старейшая улица элмхилл где вы найдете античные и книжные магазины магдален стрейт от томбленд по мосту фай вы перейдете к улице магдалены и здесь начинается красивая речная набережная и наконец риверсайт изначально индустриальный район который претерпел большие изменения с конца 90-х сейчас главные его объекты это железнодорожный вокзал на севере и стадион футбольного клуба норвич сити на юге на территории университета есть своя небольшая гостиница до визиторов все кто сюда приезжают но не учатся и вот собственно говоря в такой гостинице я и остаюсь вот это мой номер номер небольшой но на мой взгляд абсолютно комфортный удобный с большим столом много зарядок что мне нужно для того чтобы подзаряжать все мои видеокамеры и гаджеты хотя я может ошибся не такой же маленький отельчик и мой тур начинается с вот этого на самом деле невероятного здания как мне уже сказали это здание enterprise центр то есть это предпринимательский центр центр бизнеса как хотите так и называйте его в этом здании находится 150 компаний вот эта часть здания это все офисы компании а вот эта часть здания это часть для студентов и они друг с другом взаимодействуют вот это здание выиграла кучу наград несмотря на то что снаружи она выглядит не могу сказать что прям вау но смотрите видите это все эко-френдли да здесь применялись в строительстве исключительно безопасные материалы здесь привозили дерево из местных лесов на фасаде здания использовалось дерево со старых скамеек университета ну то есть очень много всяких вот таких когда начинаешь вдаваться в детали очень много таких фишек лекционный зал центра enterprise здесь все выполнено из дерева и даже потолки это переработанные газеты стены пол супер эко-эко-френдли еще хочу вам показать простые вроде бы вещи но и с другой стороны гениальные то есть коридор везде везде открыты двери и при этом смотрите в коридоре у вас есть вот такие лавочки подушки по всему периметру и прикол в том что вы сидите здесь и в коридоре практически отсутствует эхо то есть нет такого шума знаете как бегают по коридорам и гул стоит а здесь все вот эти вещи они поглощают звук и точно также потолок и они также поглощают звук то есть когда вы находитесь в коридоре у вас нет такого гула и как мне сказали так студент лучше отдыхает и из-за этого рядом в кабинетах могут спокойно идти уроки и с открытыми дверями при этом никто друг друга не отвлекает я считаю что это очень круто и продумано и вот это вот все на потолке деревянные волокна все здесь сделано из натуральных материалов также здесь проводились исследования насколько это все положительно влияет на обучение и на здоровье еще хочу вам показать вот эту вот штучку вот эта штучка она показывает когда открывать окна когда их закрывать здесь в комнате есть технологии которые просчитывают оптимальную температуру для лучшего и максимально эффективного комфортного обучения студентов ну и как бы вот это уже на меньшая наверное технологичность которая здесь присутствует это просто стены на которых можно на всех писать по кругу здесь на той стене то есть пожалуйста сидите работайте захотели написать здесь что-то написать вот примеру некоторые компании которые находятся за вот этой дверью смотрите я не знаю эти компании это местные местные компании ну как можно видеть пожалуйста и вот именно здесь за этой дверью типа там как каворкинг спейс такой если у вас есть компания или вы хотите открыть свой бизнес вы можете взять здесь стол или отделение или целый офис и находиться здесь также вместе с другими компаниями со студентами смотрите вот это студенческий карьерный центр только не просто центр этот центр для того чтобы делать свои стартапы то есть здесь студенты реально создают стартапы и здесь сразу же у ребят есть менторы здесь пожалуйста показываются когда в какие дни будут проходить воркшопы ну или мастер-классы и здесь сразу же показано компании студентов то есть все эти компании созданы студентами еще очень круто что студенты для своего стартапа могут получить финансирование один из выпускников у него очень крупный бизнес и это честно говоря и это его фонд который выделяет финансирование здесь можно получить до пятидесят тысяч пунктов на свой стартап 50 тысяч пунктов это 5 миллионов рублей правда я что в профессии я вам еще не знаю где вы на интерпайс что вы можете сделать из вашей компании и в проекте вы имеете в виду вот в и его вы 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 И это про реальность. Бизнеса является лучшим вопросом в мире, потому что это все вокруг нас. Вы можете узнать от того, как вы можете узнать, вы можете узнать от клиентов. И я думаю, что реальность является очень важным. Наши ученики приходят из большого количества факторов. Я могу поговорить о бизнес-schoolе. Мы имеем вибрационные академики. Мы имеем вибрационные академики. Мы имеем вибрационные академики. Я исследовал и министер. Я проработал в бизнес-секторе. Я режу в компаниях. Я могу узнать, что происходит в бизнесе сегодня. Это часть моей работы. Мы имеем вибрационные академики. У нас много людей, как работают в бизнес-school. У нас много людей, которые участвуют в музее, Господня, которые участвуют. У нас здесь много сотрудников, и занимаются очень здоровыми, которые помогли и декоративно. И это очень мощный, очень мощный, и смотря на то, что вы можете узнать в книжку. Такие люди, как Чадвикс, они обучают люди инвестированные в будущем, особенно бизнес-owners. Они обучают бизнесу о том, как разработать их бизнес. Люди, как Трепл Ботом Лайн, они обучают клиенты в Украине, но они очень поддерживают студенты, чтобы начать их бизнес. ВедерQuest, как предстоит weather forecasting, для компаний. И они все знают, что у них есть огромный офис на университете, но это позволяет им recruit студенты, студенты и таланты. А вот это главный зал, здание наук, то есть это Science Building. Его построили два года назад, и сюда вложили более 30 миллионов фунтов. Я не буду вам рассказывать о всех предметах, научных предметах, которые здесь проходят. Но здесь есть и компьютер-сайенс, здесь есть и химия, и биология. И, к примеру, химия занимает первое место по трудоустройству во всей Великобритании. Сейчас мы находимся в новом Союзе, который был построен в Септембре 2019. Это было 30 миллионов фунтов в учебе для учебы и инженерии. Мы имеем флоу 1 для учебы для учебы, географии, физики, геофизики, компьютер-сайенс. И, к примеру, флоу 2 для учебы, биохимисты, микробиологи. И, к примеру, для учебы для учебы, химия, химия и химия. Мы имеем много связи с локалами и национальными компаниями, и также, как учебы, где учебы 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 и учебы учебы. Мы очень счастливы в том, что мы находимся в Норвич Ресерк Парк. OK, so basically 10 минут walk from where I am now is the rest of the research institutes that are part of the research park. So this is very important if you're studying biology, chemistry, biochemistry, any of these areas, because you can put into practice things that you do on your course in the research institutes on the research park, where they look at different things on crop science, on agri-tech, on the food that we eat and how that affects our health. And they've also been doing some studies on genome sequence. Our BSc in computing science is our most flexible programme. It's got the widest choice of modules. The most popular ones are cyber security, machine learning and AI. They're the most popular, but we have quite a large collection of modules on our programme, so students have a lot of choice. So if they're interested in computer graphics, which could be related to gaming or special effects, they're the ones I teach, so they can choose those. Or they can choose computer vision or computational biology, or they can even go into data science and those areas as well. On the floor of the university there are these things. Look, it's for пож薬�. So students can give them here, for those who have things, toys, books, books, books. I want to show you a medical center in the university. And here you can come to the dermatologist. Here you can come to the doctor, you can come to the doctor. And look, it's a great, big, full-time medical center with your doctor. Here you come to the doctor, you can come to the doctor. There you can see, there is now in the room, but there is very nice. I didn't have this in plans, but I just can't show you this. Look, you can see, there is a gas station and these cameras. Look, you can see, how they are made in the circle. This is what? This is, guys, the parking lot and the parking lot. So you can see, how it is made accurately. This is really cool. This is not a metal chamber. It's cool. It's cool. It's cool. It's cool. The parking lot and the parking lot. And this is everything, where students live. It's cool. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Вот это здание, сейчас 100% никто из вас не догадается, в каком фильме оно было. Мстители, ребята, мстители. Штаб-квартира, самих мстителей, это как раз вот это здание. И потом, значит, вот это здание снималось еще в Человеке-пауке, еще оно появлялось. Капитан Америка, да, целый ряд выпусков самих мстителей. Университет из Танглии, здесь проходили съемки. Ну, как мне сказали, что здесь все было огорожено, естественно, потому что вы представляете, здесь все студенты сбегались бы. То есть нельзя было с съемочной площадки взаимодействовать со студентами. Такой маленький нюанс. Ну, это, в принципе, очевидно, потому что иначе бы проходили бы не работа и съемки, а проходило бы бесконечное фотографирование студентов с актерами. Внутри, если вы зайдете туда, это галерея, коллекция и музей. К сожалению, внутри снимать нельзя, потому что там выставляется коллекция лорда Сейнсбрис. Это Сейнсбрис Билдинг. Туда можно прийти, посмотреть. Реально, ребята, это как вот галерея картинная или как музей. Вы приходите, смотрите экспонаты, статуэтки. Вот там внутри все это. Здесь, вы видите, снаружи тоже есть ряд скульптур. И вот эта скульптура, которая была разобрана, российский архитектор. Кстати, вот это здание, его сделал тот же архитектор, кто и сделал знаменитый Геркин в Лондоне. Это тот же самый архитектор. И когда ходишь по кампусу, он очень интересен своей архитектурой, потому что здесь остались здания еще с 60-х, которые напоминают мне чем-то советские заводы. При этом они модернизированы, но их реконструировать нельзя. Национальное достояние. Очень интересная архитектура вот этих 60-х. И при этом на кампусе есть и современные здания, которые мы с вами видели. Суперсовременные, супертехнологичное оснащение. Просто интересно даже с точки зрения архитектуры посмотреть на кампус. И вот я нашел карту, чтобы вы могли посмотреть на кампус. Кампус не маленький. Если вы хотите, к примеру, пройти от одного конца пешком, скажем, до другого конца, то у вас весь этот путь займет около 20 минут. Вот это гигантское здание – это спортивный центр. Один из важных моментов, который есть – это бассейн. Здесь есть олимпийский бассейн, 50 метров. И здесь тренируются спортсмены, которые участвуют в олимпийских играх. Также здесь есть огромное количество полей, футбольных, теннисные корты, спортзал, бассейн, спортзал. У меня не все получается снять, потому что не везде разрешено снимать. То есть, если у вас студенты тренируются в зале, то подходит человек и говорит, ребята, нет никаких съемок. Ребята занимаются, никого не отвлекаем. Ни от кого разрешения от студентов нет на съемки. Поэтому, ну, в принципе, вы знаете, я бы, наверное, так же, да, если бы я тренировался в спортзале, делал бы какое-нибудь упражнение. И ко мне бы подошли и начали снимать меня с камерой, я бы сказал, о-о-о-о-о. Тут съемка видео запрещена. Дайте мне потренироваться. Это сейчас в здании инженерии. И вот это абсолютно новый современный центр. Здесь мы видим демонстрацию роборук. Здесь стоит машина, сделанная студентами. Здесь комнаты для дизайна, инженерный дизайн. И здесь куча всего. То есть, это целое огромное здание, наверное, пять этажей. Вот, к примеру, педалька велосипедная. Ну, это простой вариант того, что можно сделать, да. Это качество просто супер, то есть идеальное. Вот, и здесь, как я уже сказал, можно сделать практически все, что придет вам в голову. Очень важная вещь, которую я хочу обозначить. Вот видите, здесь висит такая доска. И это все компании, которые участвовали в финансировании проекта по созданию вот этого инженерного здания. Почему они участвовали? Во-первых, студенты, которые обучаются здесь, университет отправляет их на практику в эти компании. И потом компании, которые развиваются, им нужны новые люди, новые таланты для того, чтобы работать над проектами. И потом выпускников просто забирают к себе они. То есть, они полностью взаимодействуют с университетом. Вот это я считаю супер. Это говорит о том, какие карьерные возможности есть у ребят. Вы прям можете видеть это наглядно. Я сам гуляю по территории без представителей. И честно, гулять одно удовольствие. Реально, как в каком-то парке или в каком-то крутом жилом районе суперсовременно. Все до безумия аккуратно. Реально, как в каком-то парке или в таком-то парке. Субтитры создавал DimaTorzok